Вот мы видели сейчас в древней Шуши вторая атака сзади на древний храм. Там ранены наши коллеги. Азербайджанская страна... Потому что там располагаются военные... Откуда стреляют военные объекты? А как и на них? Из храма стрелять невозможно по определению. А вы про храм говорите? Нет, нет, я именно про храм. Ну что вы нам ответили? Нет, я про храм. Азербайджанская страна сказала, что они не обстреливали храм. Не обстреливали? Официально? Я к тому, что это разговор, а мы видим всё равно. Абсолютно правильно. Один будет одно говорить, давайте на фактах основываться. По факту я вижу одно. Утюжится гражданская инфраструктура как с одной стороны, так и с другой. И идет война уже не между военными, а идет уже война на уничтожение гражданских объектов. И страдает, гибнет гражданский население. Но ведь с самого начала... Вот это храм после сегодняшнего сфера. С самого начала ведь официальный Баку, насколько я знаю, и неоднократно говорил о том, что ведутся оттуда военные действия, были созданы... Из Шуши? Были созданы... Но не из храма же? Секундочку. Возле храма, Владимир Владимирович. Вы меня извините, возле храма были военные объекты раз. Об этом говорит... Если уж на то пошло, армянская сторона говорит о том, что в храм зашли помолиться солдаты. Сейчас используется, как я понимаю, религиозная тема христианства. Вы меня извините, есть известное выражение Владимира Путина, потом которое просто облетело весь мир, мочить в сортире. Для Азербайджана это оккупанты. И где бы они ни были, их нужно настигать. Нет, вы простите, во-первых, речь шла о террористах в речи Владимира Владимировича Путина. Это уже в эфире.